Здравствуйте! Многим, наверное, доводилось видеть на фурах, перевозящих разные грузы, наклейку с надписью из трёх латинских букв «ТИР». Наверняка на что-то подобное обращал своё внимание каждый человек, даже не находясь за рулём транспортного средства. Совершенно очевидно, что наклейка такая «ТИР» используется не для украшения тягача, а выполняет некую утилитарную функцию. Международные перевозки – дело ответственное и исключительно важное. Каждый день по дорогам колесят сотни и тысяч фур, транспортирующие самые разные грузы. Но нельзя просто так взять и перевезти что-то из точки А в точку Б, особенно в большом количестве. Здесь нужна и страховка, и ответственные сотрудники, и самое главное – сопроводительные документы, которые подтверждают право собственности, уплату пошлины налогов, а также общую законность транспортировки того или иного груза. Если на тягаче красуется такая табличка «ТИР», то это значит, что машина входит в систему международной дорожной перевозки и является членом системы международной перевозки грузов, которые в свою очередь пользуются упрощённым таможенным режимом. Для подтверждения этого факта, помимо самой наклейки, у водителя каждой такой фуры есть специальные документы. Эта система была основана 14 ноября 1975 года в Женеве для упрощения и согласованности административных формальностей при международных автоперевозках. Машины с пометкой «ТИР» всё равно досматриваются на границах. По сути, всё, что даёт «ТИР» – это возможность пересекать границу страны без уплаты пошлин непосредственно в самом пункте пропуска автомобилей. Сделано это для большего удобства и ускорения прохождения машин. При этом сами пошлины всё равно платятся. Однако все финансовые процедуры проводит не водитель, а отвечающие за это сотрудники компании-перевозчика. Если говорить обобщенно, то грузовик с таким знаком «ТИР» обладает признанным на международном уровне таможенным документом, который даёт право владельцу товара транспортировать его через границы по более простой системе проверок. Продолжение следует...